всем любителям прекрасного привет а друзья сегодня мы сделаем с вами небольшую вот такую вот розочку она легкая невесомая потому что сделана она из ленты органзе шириной 2 с половиной сантиметра украсить прическу маленькой модницы сделать брошь и как вариант предлагаю еще для школы для первого сентября такие же розочки только в белом цвете оставайтесь пожалуйста со мной подробно объясню и расскажу покажу как сделать такую красоту итак друзья мы начинаем сегодня для работы нам понадобится прозрачная лента органза шириной два с половиной сантиметра для розы и тонкая лента атласная зеленого цвета для листиков шириной 12 миллиметров кружок из фетра зеленого цвета диаметром три с половиной сантиметра соответственно заколка у . зажим для волос длиной 6 сантиметров ножницы пинцет зажигалка иголка с ниткой и термоклей также нам понадобится с вами линейка и так приступим для того чтобы сделать розу нам с вами понадобятся вот такие вот лепесточки которые будем собирать на нить чтобы сделать один такой лепесток нужно отмерить от ленты отрезочек длиной семь с половиной сантиметров берем складываем его пополам держим сгибом справа помогая себе пинцетом мы складываем этот отрезок вот таким вот образом еще раз пополам сложенные пополам отрезок опять находим серединку пинцетом и отгибаем эти краешки еще раз к серединке то есть у нас должна быть гармошечка получится здесь сверху на месте сгиба все слои ленты стараемся чтобы они были на одном уровне и самый-самый кончик зажимаем пинцетом и отлавляем его далее выворачиваем наш лепесточек ленту сложен вдвое мы выворачиваем и совмещаем основание двух краешков совмещали для того чтобы подровнять ножницами если нужно это и сплавить огнем зажигалки склеить вот такой вот объемный очень пухленький лепесточек из органзы у нас получился сложим его еще раз держим в руках отрезок семь с половиной сантиметров складываем его пополам находим серединку складываем еще раз пополам находим еще раз серединку и отгибаем краешки к серединке управляем зажимаем пинцетом и оплавляем нашу гармошечку фиксируем в таком состоянии далее здесь у нас два слоя ленточки мы разворачиваем их расправляем и совмещаем друг с дружкой чтобы сплавить если необходимо можем подровнять ленту органзу ножницами чтобы сделать более ровный край помогаемся пинцетом оплавляем огнем и получается лепесток как я уже сказала таких лепесточков на на 24 штуки для того чтобы собирать нашу розочку нам нужно сделать будет три ряда лепестков и одну серединку начнем с самого первого ряда самого многочисленного и первом ряду розы у нас будет 9 лепесточек собранных на нить лепесточки я уже приготовила не выбираю 9 штук сейчас буду прошивать мелкими стежочками все 9 лепесточков через 4 встречи у нас будут готовы я уже ребята Продолжение следует... Продолжение следует... Мы не затягиваем сильно, чтобы у нас розочка была более пышная. Вот чтобы два пальчика проходили, вот такой внутренний диаметр получается у меня. Закрепляем нитку. Приступаем ко второму ряду. Второй ряд розы состоять будет из семи лепесточков, тоже собранных на нить. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, надеваем в первый лепесток последний стежок и собираем. Присбориваем второй круг нашей розы. Он должен быть чуть уже, чем первый ряд нашей розочки. Вот примерно таким образом. Закрепляем нитку. приступаем к третьему ряду наши розочки который будет состоять из пяти лепесточков приступаем к третьему ряду на среду. Продолжение следует... Стягиваем нить и наш пятилистник можно стянуть уже по тоже, потому что нам осталось с вами сделать только серединку из трех лепесточков. Для того, чтобы сделать серединку розочки, нам тоже понадобится иголка с ниткой и три лепестка. Первый лепесточек мы берем в руки и вот эти широкое основание, низ, мы заворачиваем в конвертик к серединке. Раз и два. Это самая сердцевинка будет наша роза. В таком положении мы сразу фиксируем, делая пару стежков. Фиксируем на нить. Далее, один лепесточек мы оборачиваем с одной стороны, вот таким вот образом, тоже заворачивая нашу серединку. И прошиваем, закрепляем при помощи нити тоже. Двумя-тремя, двумя-тремя стежками мы закрепляем. С другой стороны тоже оборачиваем. Делаем узелок, закрепляем нитку. Вот такая сердцевинка розочки у нас получилась. Ниточку обрежем. И если у нас вот это основание длинное, то мы спокойно можем, зажав вот так вот пинцетиком, ее подрезать и закрепить, ополив огнем. Эту серединку мы будем помещать вот в наш пятилистник. Итак, розочка у нас готова. Сейчас можно заняться декоративными элементами, а именно такими прекрасными листиками. Два или три листика можно сделать, чтобы они выглядывали из нашей розочки. Также я взяла для декора элемент из искусственного букета пластикового. Все сделано из пластика. И просто дополню нашу композицию. Итак, для того, чтобы сделать такой листик, нам нужно взять три отрезка ленты шириной 12 мм, а длиной девять с половиной сантиметров. Складываем атласной стороной всегда к себе. Совмещаем три отрезка к себе атласной стороной. А теперь сворачиваем пополам. Теперь атласная сторона у нас внутри у ленты, а матовая к себе. И срезаем вот так на уголок. Срезав, мы приправляем огнем, склеивая все слои ленты. Шесть слоев у нас получается для того, чтобы сделать листочек. Разворачиваем. Слева три лапки и справа. К серединке первые две лапки. Вот они. Мы разворачиваем от себя вот таким вот образом и складываем между собой. Далее эту лапку подворачиваем правую, теперь левую. тоже подворачиваем, складываем. Теперь еще раз правую складываем и левую складываем. Вот такой цветочек у нас получается, листочек у нас получается. Теперь мы зажимаем пальчиками и подрезаем все лишнее, захватываем пинцетом и оплавляем. Вот такой зеленый листочек у нас получился. Можно также немножечко разогреть и подвернуть его, вывернуть. Вот что у нас получается. и так теперь займемся основой нашей розочки. Беру зажим для волос и кружок фетра. Складываю пополам и делаю два надреза, чтобы закрепить фетровый кружок на спинке заколки. Вот эта спинка продеваем таким вот образом наш кружочек и фиксируем при помощи термоклея. и так основа готова. Я беру два или три листика зеленых и подклею сначала листики, таким вот образом. Вот X до 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 Субтитры сделал DimaTorzok Берем наши кружочки, расправляем складочки на лепестках. Первый ряд подклеили и теперь идет второй кружочек из 7 лепесточков. Субтитры сделал DimaTorzok Серединка, почти третий ряд из 5 пятилистников, из 5 лепесточков. Вот так можно уже собрать для удобства, чтобы не обжечь пальчики. И наносим клей на серединку. Пользуйтесь пинцетом, чтобы не обжечь пальчики. И осталась наша серединка. Мы нанесем на эту кромку клей и поместим в самый центр. Такая вот розочка из 24 лепесточков у нас получилась. Диаметр розы, давайте с вами измерим, 7 сантиметров. Очень миниатюрная, но яркая и воздушная розочка у нас получилась. Также хочу продемонстрировать, как данная роза смотрится в белой ленте. Из белой ленты органзы я сделала вот такой школьный вариант для своей дочки. Где использовала внизу бантик из репсовой ленты бордового цвета, горошек. Такие вот две школьные заколочки можно сделать. Можно сделать ярко-розовый цвет, можно сделать нежно-розовый цвет. Друзья, экспериментируйте с цветами, с лентами. Делитесь своими идеями в комментариях. Буду рада любому общению. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Ставьте лайки. Всем желаю приятного творчества. И прощаюсь с вами до новых мастер-классов. Пока-пока. До новых встреч. 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 Продолжение следует...